Студенческая жизнь – первый шаг к самостоятельной жизни. Яркая, беззаботная, но в то же время и сложная, включающая совмещение учебы и грамотное распределение денежных средств. Умело распределять свой бюджет так же важно, как и управлять своим временем. Все чаще на просторах интернета можно наблюдать советы от экспертов в своей области о том, как сделать так, чтобы денег хватало на все – и на учебную литературу и на развлечения. Однако все это можно обозначить в одно определение – финансовая грамотность. Она включает в себя три основные элемента – способность взвешенно и эффективно распоряжаться своими доходами и контролировать расходы, умение грамотно пользоваться финансовыми услугами и, конечно, способность защитить себя от финансового мошенничества. Все это в совокупности безусловно приобретается и обучением, и опытом. К сожалению, в отличие от любой другой грамотности, приобрести финансовую грамотность в семье сейчас могут далеко не все молодые люди, просто потому что родители, не говоря уж о дедушках и бабушках, жили в совершенно другой стране, в другой системе экономической, и они сами не обладают необходимыми компетенциями, они сами не являются достаточно финансово грамотными для того, чтобы научить своих детей. Финансовая грамотность – это концепция, которая состоит из нескольких компетенций. Важно начинать обучать ей еще в школах, потому что именно в период взросления в подростке зарождается зерно целостности личности. Умение управлять своими финансами, по словам экспертов, помогает достичь различных целей, таких как получение образования, смена карьеры и путешествия. К счастью, сейчас в большинстве школ уже введены какие-то элементы финансовой грамотности. Сейчас есть вполне официальные порталы, на которых размещаются материалы по финансовой грамотности и для детей разного возраста, и для молодых людей, и для взрослых, и для пожилых, для самых разных категорий пользователей. В частности, это порталы Ваши финансы.ру, Мои финансы.рф, которые содержат материалы, разработанные под эгидой Министерства финансов, Центрального банка, Федерального методического центра по финансовой грамотности. Проще говоря, финансовая грамотность заключается в умении разбираться в экономических вопросах и применять эти знания на практике. Так знают ли студенты о наличии такого термина и применяют ли на практике? Те расходы, которые у меня происходят ежемесячно, я, конечно, учитываю их, и в этом плане я его планирую, но периодически происходит так, что я выхожу за рамки своего бюджета. Составив бюджет и придерживаясь своих долгосрочных целей, вы научитесь нести ответственность. Убедитесь, что вы практикуете это, пока учитесь в университете, а не позже. Это время для вас, чтобы научиться нести ответственность и добиваться наилучших результатов. Влад Заврагина, Николай Осуховский, Универ Новости.